Радио Баба Клава. Создано под женщину. Всем привет! Уже 25 декабря на календаре. Главные праздники года подкрались к нам незаметно еще на несколько дней ближе. Более того, у некоторых наших зрителей большущий праздник отмечается уже сегодня. И пользуясь случаем, я хочу поздравить с католическим Рождеством всех тех, кто собирается в этот день встретить данное событие за праздничным столом. Поздравляю! Мира вам, добра и любви! Вы слушаете Радио Баба Клава. В ближайшее время с вами буду я, Данута Хлысня. Как всегда, поделюсь порцией новостей и надеюсь хорошим настроением, несмотря ни на что. Радио Баба Клава. Кукловод из Варшавы. В двух последних выпусках я имела неосторожность передать несколько приветов, которые вы оставляли в комментариях под видео. И теперь вы понаписывали их столько, что, пожалуй, за весь выпуск не управлюсь. Поэтому прям совсем-совсем коротко пробегусь по вашим комментариям. Как всегда, благодарю вас, дорогие мои, за теплые и приятные слова в мой адрес. Я ценю каждое из них. Спасибо большое. Алексей спрашивает, мой ли голос в подводках. Да. И есть ли у меня музыкальное образование? Нет. Итак, привет им. Татьяна просит передать привет сыну Алексею из Франции. Привет в Гродно Тутузьке из Чикаго, написал Борман. Привет всем белорусам из Европы от Виталия. Привет Руслану из Гомеля от, внимание, бздычика Засрульского. Татьяна просит передать привет жабинским партизанам. Сделано. Всем неравнодушным сподарам Гроднинщины привет от Вадима. Привет Лиде от Черной Пантеры. Непонятно только, городу или женщине. Константин Ильин передает привет от энергетиков Бреста Автуху Вадиму. Теперь я знаю, куда ставить правильное ударение вашей фамилии. И спасибо за приятности, которые попутно перепали и мне. И от меня личные приветы летят в Минск, Малориту, в Пружаны, в Бобруйск, Слуцк, Березу, Брест, во Львов, даже в Китай, в Берлин, в Вильнюс, в Тель-Авив, в Мишелю. И напоследок еще один личный привет летит от меня на этот раз в Волковыск. Хорошему отважному парню, Никитосу Руденику. И за достойное воспитание и моральные ценности, привитые сыну бонусом, летят привет еще его родителям, Ольге Николаевне и Николаю Владимировичу. А еще маленькой Катюше, сестре Никитоса. Фух, все, справилась, теперь к новостям. Командир Минского ОМОНа Дмитрий Балаба впервые за долгое время появился на публике и поздравил воспитанников Радашковичского УПК детский сад средняя школа с наступающим Новым годом. Балаба не промянул поделиться наблюдением о том, что протестная активность осталась лишь в телеграм-каналах и уже и сами эти каналы признают, что протесты скоро закончатся. Цитата. «Я как правоохранитель могу сказать только одно. Всем участникам будет воздано по заслугам в рамках белорусского законодательства», – пригрозил Балаба. Это ли не чудо? Какая радость для белорусов? Балаба воскрес к Рождеству. Мы же все помним, что ходили слухи о том, что он типа это, того. А тут появился, да еще и всяких интересностей наговорил. Но не волнуйтесь, Дмитрий. Ваши заслуги тоже все зафиксированы и в международном праве не имеют срока давности. Кстати, Балабу опять оскорбили. За это задержан 19-летний житель Орши. Парень рассказал, что номер мобильного телефона Балаба он нашел в телеграм-канале и начал писать сообщение в главе ОМОНа на Вайбер, находясь в Литве, куда уехал после участия в протестах. Недавно молодой человек вернулся домой. Тут его, собственно, и задержали. Следователи дали правовую оценку действиям Оршанца и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Кстати, я ранее рассказывала о том, что полтора года химии получил еще один 19-летний парень, студент столичного вуза, за надпись «Гелевой ручкой Балаба убийца» на информационном стенде возле подъезда начальника столичного ОМОНа. Странно, что у следователей, которые занимаются этим особо важным делом, не хватает навыков, чтобы найти убийц Романа Бондаренко. Но, скорее всего, дело не в навыках. Следователям не хватает мужества и чести. Еще в августе в Беларуси запретили полностью торговать пиротехникой. В четверг же, 24 декабря, на национальном правовом интернет-портале вышло постановление Совмина, которое частично снимает запрет на продажу пиротехники. Однако, продавать можно только несколько позиций. Итак, свежее постановление разрешает продавать три вида изделий. Бенгальские огни, обычные хлопушки с конфетти и тортовые свечи. Короче, Новый год в Беларуси должен быть безлюдным, спокойным и тихим. А то вот милиция пугается. А вообще запрет есть только на распространение, а не на использование. Использовать пиротехнику в отдаленных и необщественных местах разрешено. Поэтому, если у кого-то что-то в закромах завалялось, бабахайте. В 2021 году подорожает коммуналка. Тарифы хотят поднять в два этапа – 1 января и 1 июня. В Минфине уточнили, что рост тарифов не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. Кстати, в 2019 году белорусы по расчетам властей должны были выйти на 80,5% по возмещению всего комплекса коммунальных услуг. Ой, уже который год пытаемся достигнуть 100%, но по ощущениям мы давненько возмещаем уже все 200%. А вообще, меня одно интересует, почему это коммуналку привязали к доллару, а зарплаты нет. МИД Беларуси считает, что введение США 23 декабря дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц – решение эмоциональное и не имеющее ничего общего с реальным положением дел. Цитата. Насаждаемая американцами диктатура прав человека выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке. Да нет, это у нас с правами человека не все в порядке, зато с правами таракана… Члены Конгресса США и парламентарии Европы написали открытое письмо в адрес главы Международной Федерации Хоккея с требованием лишить Минск права проведения ближайшего чемпионата мира. Цитата. Протестующие журналисты и члены гражданского общества подвергаются насилию от рук Александра Лукашенко и его незаконного правительства, которое он возглавляет. Мы присоединяемся к протестующим гражданам, требуя привлечь к ответственности всех причастных за эти преступления. И еще одна. Лукашенко должен немедленно вступить в диалог с Координационным Советом, а новые честные выборы должны быть организованы на основе международных стандартов и с участием международных наблюдателей. Вот она демократия. Сказали, сделали. Более того, думаю, давление на Лукашенко и его свиту будет только увеличиваться и увеличиваться. Радует, очень радует подобные новости. Луч надежды после них становится значительно ярче и увереннее. Радио Баба Клава. Диктатура прав человека. И мы плавно перешли к новостям из зарубежья. Майя Санду вступила в должность президента Молдовы. В ходе торжественной церемонии инаугурации, которая состояла с четверг в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов, она принесла присягу на Конституции. Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы. Зачитала текст присяги Санду. И лишь только в нашей стране Конституция написана не под женщину, но таки не под мужчину, а под таракана. Французская компания Carmat, первая в истории Европы, получила разрешение на продажу искусственного сердца. Продажа начнутся во втором квартале 2021 года. Искусственное сердце будут использовать во время переходного этапа при пересадке сердца пациентам, у которых, например, сердечная недостаточность в последней стадии. Компания, к слову, ждала разрешения на протяжении аж целых 10 лет. На фоне этого события акции компании выросли больше, чем на 50%, а капитализация достигла, ни много ни мало, 496 миллионов долларов. Вот так живет и деградирует загнивающая Европа, а вместе с ней, наверное, еще и Америка. Одна лишь Беларусь, островок стабильности, вот уж 26 лет. Что бы мы делали без Лукашенко? Все, все, все! Радио Баба Клава! Видно лицо. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы оповещения о новых видео приходили к вам. Оставляйте комментарии. Обязательно уделю внимание самым интересным в следующем выпуске. А с вами была Данута Хлыстня и Радио Баба Клава. Всего доброго и пока-пока!